история этой игры насчитывает не менее полутора тысяч лет ее равными участниками могут стать и дети и пенсионеры люди независимо не только от возраста но и статуса и физических ограничений главное это умение нестандартно мыслить речь конечно идет о шахматах в барнауле стартовал чемпионат россии по шахматам и шашкам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сегодня об особенностях мы поговорим со старшим тренером команды россии светланой герасимовой светлана викторовна здравствуйте здравствуйте почему центром такого крупного чемпионата выбрал выбран именно барнаул чемпионат такого уровня насколько я знаю проходит в краевой столице уже второй раз с чем это связано но это связано с высоким профессионализмом тех людей которые занимаются шахматами шашками лиц спода в алтайском крае у вас очень хороший руководитель у вас очень хорошие тренеры алтайский край полностью комплектован судейской бригады что не часто встречается в различных регионах у вас большое количество спортсменов в алтайском крае которые принимают участие в нашем чемпионате и выезжали до этого на другие чемпионаты россии и вас есть даже вице чемпион россии это было давно правда по моему 2004 2005 году он был чемпионом россии владимир куприн но до сих пор продолжает участвовать и бороться за призовые места какие регионы представлены сколько спортсменов какого возраста значит у нас 13 регионов представляют шашки и 19 регионов шахматы общее количество спортсменов 78 человек возраст регламентирован положением не младше 14 лет и самому старшему участнику 42 года рождения у нас галина ванна мельник из московской области 76 многие летят в барнаул с пересадками нужно учитывать что это спортсмены с ограниченными возможностями им предоставляются какие-то специальные условия может быть в передвижении при перелете конечно я спортом лицепода занимаюсь 25 лет из них 10 лет старший тренер я видела разные этапы формирование доступной среды в россии сейчас скажу она на достойном уровне то есть есть специальные медицинские комнаты специальное сопровождение для колясочников специальный транспорт при посадке самолет при высадке то есть с этим проблем сейчас нет все на достойном уровне то есть лет десять еще 15 назад подобный чемпионат организовать на достойном уровне наверное было бы крайне сложно да ну логистику было организовать сложно на себе в чем соревнуются спортсмены как оценивается уровень подготовки каковы критерии только ли в шахматы они будут и в шашки играть может быть что-то еще вот расскажи ну чемпионат россии это самый главный старт сезона на территории российской федерации по этому суда приезжают сильнейшие шахматисты и шашисты которые прошли отбор которые имеют достаточную квалификацию то есть спортивный разряд или звание поэтому они занимаются только шахматами шашками на другое времени нет если особенности проведения подобных чемпионатов вот именно для людей с ограничениями почему вообще было решено проводить такие соревнования только среди инвалидов ведь шахматы шашки казалось бы ну не требуют каких-то особых усилий почему здесь вот именно какие-то свои условия свои ну многие спортсмены которые особенно которые играют со здоровыми то есть действительно шахматы они не имеют границ потому что мы отличаемся от других видов спорта мы наши спортсмены наравне могут принимать участие со здоровыми у нас рейтинг фида и они все этот рейтинг зарабатывается в соревнованиях среди здоровых но тем не менее эта номенклатура мы собственно играем в спорт лиц спода которым дисциплины шахматы и шашки также как дисциплина легкая атлетика там бадминтон волейболы и так далее то есть мы проводим соревнования именно по спорту лиц спода вот как вы относитесь к тому что шахматы возможно войдут в обязательную школьную программу сейчас очень много об этом говорят спорят ваша точка зрения я занимаю такую скажем серединную позицию потому что шахматы как и музыка как и рисование требует специальных способностей и не каждому ребенку дано будет интересно заниматься может быть он имеет художественные способности и он будет лучше рисовать я считаю что детям надо давать выбор когда мы говорим о введении нужно придумать предположим ну три музыкальные это мое личное мнение музыкальная музыка рисование шахматы ребенок должен иметь право выбора может быть ему будет лучше потратить этот частный или просто спорт физические какие-то нагрузки да выбор надо давать то есть факультативно ни в коем случае не вводить это должен быть обязательный факультатив а вот кстати интересно многие же родители все-таки хотят отдать ребенка вот в какую-то такую дисциплину которая будет развивать его ум сообразительность чтобы играть в шахматы в шашке каков нужен склад ума как ребенок человек должен мыслить вот об этом поподробнее расскажите пожалуйста ну во первых сейчас настолько продвинут спорт в плане научного обеспечения есть специальные методики которые позволяют оценить изначально способности ребенка проводятся тестирование и если как в любом виде спорта собственно то есть уже на работа на огромной базы просто проведя какой-то комплекс тестов можно сказать если у ребенка способности те или иные хотя никто не отменял если ребенок любит если мы просто вот у него нет способности а он любит он хочет мне много таких детей потому что я занимаюсь он должен этим заниматься потому что шахматы это и спорт шахматы это искусство шахматы этой наука и они даже без шахматных способностей помогут ребенку просто заниматься любимым делом это еще игрушка это там же много слоны кони ладьи поэтому ребенку это интересно и даже на начальных этапах все кто хочет должны этим заниматься к примеру вот стратегическое мышление развивает помогает развивать конечно развивает и шахматистов растает очень много бизнесменов ну один пример я вам скажу это руководитель газпрома он мастер спорта по шахматам потом жуков антонимич мастер спорта по шахматам то есть не зря арабы насколько знаю изначально изобрели да эту игру как такую военную стратегию для разработки именно многоходов да это военная игра стратегическая военная игра предположим все таки вот введут до в школьную программу с какого возраста можно в этот спорт отдавать детей считается что ведь чем раньше в спорта отдашь ребенка тем лучше это разные вещи если мы говорим о спорте или мы говорим о шахматах как средствах развития если мы говорим о спорте то сейчас подготовка начинается с трех лет а если мы говорим просто об общем развитие ну школу ребенок пошел с первого класса можно заниматься шахматы сейчас многие играют шахматы с компьютером то есть не с живым соперником со своими какими-то особенностями да с холодной машиной как вы к этому относитесь хорошо это плохо лучше или хуже это чем живой соперник но это реалии нашего времени мы все сейчас с гаджетами вот поэтому говорить лучше или хуже она разная это совершенно разные виды деятельность одно дело за ним играть вот так вот за доской с живым человеком и другое дело с компьютером трудно сказать что лучше хуже это 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 имеет место быть тем более для лица граничными возможностями это большая возможность повысить повысить свой уровень потому что если раньше не было доступа к информационным технологиям люди сидели дома на лавочке максимум выйдут а здесь они могут играть постоянно особенно кто тяжело передвигается там нет возможности лишний раз куда-то поехать это и финансово да сложно же поэтому это очень хорош для опорников это супер выход из такой ситуации когда есть ограничения в передвижении вот кстати говоря сейчас широкое распространение все более более широкое получают интерактивные технологии то есть по интернету можно самыми разными вещами заниматься в команде с разными людьми которые находятся физически кто-то может находиться вообще на другом конце света вот как раз вот в этой сфере используются ли такие технологии насколько широко используются да у нас проводятся соревнования дистанционное когда ребята из разных регионов могут встретиться онлайн что называется поиграть в шахматы используем конечно технологии какие-то значимые мероприятия мы допустим не можем поехать на чемпионат не каждый может себе позволить поехать там на чемпионат мира там карлсон каруана был да но зато мы в интернете это все видим с хорошими комментариями это интересно сама смотрю по 8 часов в день ужас мы те кто это дело любит мы в общем много времени отдаем своему любимую виду спорта тогда вопрос а зачем людей с ограничениями физически куда-то возить если все это можно проводить через интернет ну вот я поэтому и сказал это разные вещи то есть то компьютер и живой живая игра они не взаимозаменяемы это это совершенно другая игра они равны по своему как бы влиянию по своей пользе но совершенно разные то есть должно быть и то и то плюс социализация конечно конечно кстати все никак не могу от компьютерной темы татьяна очень интересно а вы же сами наверняка играли с машиной что называется программы а можно отличить по манере игры живого человека от компьютера сейчас уже появляются телеведущие созданные с помощью компьютера и так далее у нас проверяют это самая большая проблема если допустим спорте физическом большая большая проблема допинга да то у нас проблема читерства то есть есть нерадивые шахматисты которые используют компьютер когда садятся играть за доску онлайн также когда за живую доску тоже есть всякие всякие штучки и это специальная комиссия античитерская которая скажем так не очень красивый словно тем не менее вылавливает тех спортсменов которые используют информационные технологии во время игры до чего техника дошла турнир будет проходить до 5 мая можно ли обычным людям понаблюдать прийти как это сделать да мы конечно гостям всегда рады единственное что когда люди приходят на наше соревнование они должны понимать что шахматы это такой вид где болельщики должны себя вести очень тихо потому что любое движение может отвлечь игроков от игры то есть мы всегда гостям рады приходите пожалуйста смотрите тихо 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 значит соревнования у нас проводятся на базе профилактория станкостроитель по улице тихонова дом 33 б пожалуйста приходите приводите детей самое главное приводите детей пустите посмотрит что у них есть возможность заниматься на равных со взрослыми со здоровыми сверстниками этим полезным видом деятельности а кстати в целом увлечение шахматами сейчас растет либо убывает в сравнении с тем как это было скажем там 10 15 20 лет назад всегда было увлечение шахматами всегда они были востребованы другое дело что были периоды когда такие стагнации по каким-то причинам казалось казалось только что люди меньше занимаются шахматами но это больше проблема информационного обеспечения финансового обеспечения но всегда в россии шахматы были на высоком уровне и всегда родители готовы были отдать ребенка в шахматы это всегда было ну и мы всегда о своих радеем конечно как вы оцениваете шансы алтайской сборной вообще кто победит может вы какие-то ставки уже делаете для себя но победить сильнейший алтайский край выставил в шахматах четыре команды в шашках две команды поэтому количество тоже великая вещь вот и очень достойная команда сейчас в шахматах команда алтайского края занимает третье место после трех туров в шашках немножечко там они по-моему пятые или шестые но есть я уже сказала что бывший чем вице чемпион россии куприн владимир принимает участие вчера он сделал ничью с международным мастером из свердловской области очень такая была боевая партия закончилась самый последний евгений водясов который входил тоже в сборную россии в свое время час представлял россии на международных соревнованиях тоже играет в этом соревновании поэтому очень напряженная борьба состав очень серьезный международные мастера мастера спорта играют поэтому очень сложно сделать ставки на кого-то спасибо вам за очень интересную беседу а сегодня гостем нашей студии была старший тренер команды россии по шахматам и шашкам для лиц спода светлана герасимова все добро а и и и и и и и и